На Черняховского завершился капитальный ремонт. Ночью 16 ноября рабочие завершили укладку тротуарной части. Теперь улица доступна пешеходам, автомобилистам и велосипедистам. За весь период ремонта коммунальщики заменили дорожные и тротуарные полотна, линии электропередач. По улице Черняховского проходит велодорожка, и велосипедистам больше не придется рисковать своей жизнью на дорожной части или мешать пешеходам. По крайней мере, так считают те, кто это придумал и реализовал. Ее безопасность мы протестируем немного позже. Велополосы отделены от проезжей части диодными лампами на солнечных батареях. Это удовольствие стоит 4000 за одну штуку. Детальнее про велодорожки. По четной стороне улицы они проложены полностью на тротуаре и отдельно от проезжей части. А по нечетной стороне частично по проезжей части от маршала Говорова до площади 10 апреля. Также по всей дороге появилась новая разметка. От площади 10 апреля до улицы Говорова дорога имеет две полосы движения. В одной в каждую сторону. А на участке от Говорова до пятой станции Большого фонтана их четыре. При этом на первом участке от 10 апреля до Говорова на проезжей части вообще запрещена парковка. Хотя нашим водителям такие запреты пока никак не мешают. От Говорова до пятой станции разрешена на отдельных участках и только вдоль проезжей части. Не елочкой. Тут вопрос с осознанностью наших граждан тоже спорный. Особенно дело касается парковки на велодорожках. Наша задача, чтобы весь город был не только улицей Черняховской, а был выполнен вот в таком стиле, в таком плане. Приоритет пешеходам и приоритет общественному транспорту. То, что проходит красной нитью через концепцию. Вы видите велодорожки, пешеходное пространство и выделенная полоса для общественного транспорта. Это то, что сегодня в приоритете и то, что мы сегодня воплощаем. Кстати, на Черняховского вдоль всех тротуаров расположены специальные бетонные зубья, которые должны предотвратить парковку. Изменения не обрешли стороной и Макдональдс. На выезде появились делениаторы – бордюры, мешающие проезжать двойную сплошную. Все нововведения в рамках реконструкции обошлись городу в 55,8 миллионов гривен. За эти деньги одесситы получили измененную схему движения, отгороженную проезжую частью тротуаров бетонными блоками, карманами для парковки и светофоры, у которых соответствующим цветом светятся не только секции, но и опоры. Если это не будущее, то что? Кроме того, провели реконструкцию ливневой канализации и инженерных сетей. Остались последние штрихи. Будут установлены антипарковочные столбики, чтобы совсем исключить возможность заезда автомобилей на тротуар. И самое интересное – это обслуживание этой улицы. То есть это не какие-то железные конструкции, которые надо постоянно красить. В принципе, обслуживание их минимальное требуется. Капитальный ремонт улицы продолжался с марта 2021 года. Выполняла работы компания «Росдорстрой» – подрядчик большинства городских инфраструктурных и транспортных проектов в Одессе. Если коротко, то это красиво. Насколько оправдают себя вложенные средства, покажет время. Надеемся, что ремонт улиц на этом не закончится.